Я благодарю за приглашение Иотиума, Екатерину и тех моих очень близких и родных философов, благодаря которым я тут, потому что у нас сложился уже очень такой тесный круг, и такой круг, из которого можно делать переездной театр, и Александр Филоненко, и Олег Хома, и Сергей Пролеев, и, наверное, большинство, и Андрей Боумейстер, это все очень близкие и родные люди. И я смотрела на объявления Иотиума, следила за их успехами, за замечательным дизайном, и думала, ой, как здорово. И вот спасибо судьбе, случаю и, конечно, Михаилу Михайловичу Бахтину, о котором мы в связи с судьбой и случаем, я надеюсь, поговорим. Если я забуду, а вас это интересует, вы в вопросах зададите. Судьба, случай и Бахтин. Вот и я тут, и я тут. Но я еще продолжу немножко самопредставление, самопрославление, скажем так, которому Михаил Михайлович Бахтин и ряд других замечательных исследователей, близких к нему по духу и смотревших на один феномен, в центре которого мы сегодня окажемся, это биография, да? Напоминаю, ключевое слово, биография мудреца, вот что является нашей темой. Так вот, по поводу биографии есть такая модель самопрославления и его легитимация, да, и его возможность к культуре, и даже необходимость. Так вот, продолжая такую самую рекламу и самопрезентацию, я еще хочу добавить таких несколько позиций важных для меня с точки зрения коммуникации. Еще я очень много лет, ну, больше, чем четверть века находилась в рамках такого сообщества, которое тоже очень хорошо знают в Украине, в том числе мои коллеги, которые здесь были. Это такое сообщество, оно сначала называлось «Герменевтический семинар», герметический, герменевтический семинар, который базировался в Одесской консерватории, о его главном создателе я тоже скажу в связи с Бахтиным. Это продолжалось 25 лет, и Бахтин Михаил Михайлович был одним из самых главных героев, как я это сейчас поняла. И спасибо Екатерине и нашему разговору, ей открылся Бахтин, а мне, благодаря нашей сегодняшней встрече и подготовке к ней, он переоткрылся, переоткрылся заново. И этот герменевтический семинар, герменевтика, надо кому-то сказать, что это, на всякий случай, теория истолкования, интерпретации, это так, чтобы сказать, но только заметить в скобках. И потом это общество переросло в такое направление и такую организацию уже общественную, Одесская гуманитарная традиция. Я тоже являюсь членом, членом правления, и когда-то лет 18 или 20 назад мы создали в Одессе такой проект, называется Международные научные конференции о природе смеха. Их прошло уже 18, наш журнал Докса публикует постоянно материалы, и надо сказать, что Михаил Михайлович Бахтин, один из главных героев всегда этого мероприятия и этих действий, и этого проекта с его карнавальной культурой, о которой сегодня я почти ничего не скажу, потому что я хочу сделать, спросить можно, я что-то смогу ответить, но все-таки в нашем таком коммуникативном разделении труда я эту опцию оставила за своими коллегами, тем не менее здесь она, я надеюсь, все-таки и в нашем разговоре может прозвучать. Ну и еще одно, я тоже рада приветствовать дружественный проект «Публичный Отеум» от имени одесского подобного проекта, который я организовала вместе с сочувствующей молодежью, называется «Интеллектуариум» в Одессе. И примерно так же мы устраиваем наше собрание, и примерно в таком же формате мы ведем разговоры, поэтому мне вдвойне приятно, что я имею возможность, ну, какое-то сравнение, и какой-то мостик между Одессой и Киевом проложить в этом смысле. Ну, вот это то, что еще дополнительная самопрезентация, которая здесь нужна, и непосредственно она также относится к нашему главному герою. В чем наша такая небольшая специфика? А вам слышно? Всем нужен микрофон. Слышно, да? Я просто поставлю 20. Мы начинаем 15-20. Вот так вот, да? Время мое с учетом вот этого начала. Хорошо. Чтобы не заговориться, я прошу прощения, следите за мной. Как преподаватель университета наше время полтора-три часа, да? Это сложно, мы так заточены, как говорят, а то и на восемь. Поэтому я очень прошу остановить вовремя, и то, что я не успею досказать, мы сможем с вами обсудить в вопросах. Ну, какая здесь специфика разговора о Михаилу Михайловичу Бахтине, о котором, безусловно, я сейчас непосредственно перейду к его представлению. Он наш главный герой. Что в данном случае, как я правильно или нет поняла формат нашего мероприятия, этого проекта, это беседы с великими, где присутствует великий и проблема. Ну, так, грубо говоря, да? Его представление и некая проблема, которая главная или ключевая для спикера, и с которой он выступает. И, с одной стороны, биографию надо рассказать в этих форматах, представить эту жизнь, а с другой стороны, надо как можно быстрее перейти к сути проблемы. В нашем же случае как-то немножко не получится, потому что тот, о ком я говорю, у меня взят в контексте вот такой проблемы, биография. Сама по себе биография как проблема. И дополнительно к этому мы немножко сужаем рамки этой громадной темы. Это, допустим, биография мудреца, о которой мы можем с вами поговорить. И в этом смысле есть такая трудность, где и как переходить вот от этой первой части ко второй. И будем считать, что мы не будем специально от одного переходить к другому. Мы будем делать это вместе и параллельно, и во взаимопересечении. Ну, я еще хочу спросить, для кого Бахтин совершенно новый персонаж? Вот вы пришли и о Михаиле Михайловиче Бахтине не знаете ничего. Это ж вот, хорошо, отлично. Тогда я для начала краткая справка, потом мы отойдем от краткой справки и снова вернемся к собственно жизни. Михаил Михайлович Бахтин. Краткая справка из Википедии, да, ну или из какого-то такого краткого описания. Годы жизни 1895-1975. Прожил он 80 лет. Жил он сложно, в сложную эпоху, как говорят, да. И какие, как о нем пишут? Филолог, философ, литературовед, теоретик искусства, культуролог. И главные темы, о которых стоит говорить, это такие. Карнавал, диалог, хронотоп. Есть даже специальный журнал, который был создан последователями Михаила Михайловича Бахтина, а именно Николай Паньков. Вот такой журнал долго существовал. И вот это его базовые темы. Ага, диалог, да, Бахтин. Хронотоп, да, Бахтин. А еще смеховая культура и карнавал, да, Бахтин. Ну и вот такие вехи его биографии. И тут я обязательно, включая одесский контекст, потому что он здесь важен. А вот тот, кто все-таки слышал и знает о Бахтине, вы же как-то связывали его с городом Одессы? Нет, да? Тогда этот контекст неизвестен почти никому. Тогда я о нем. Я здесь привезла такие апокрифические фото, да, но может быть я у себя там опубликую потом, чтобы вы посмотрели. Итак, как же складывалась жизнь, которой я потом еще раз вернусь, потому что она у нас обязательно должна быть несколько раз вот как сонатная форма. Мы должны возвращаться к теме с вариациями к этой жизни. Если так сказать, 1895-й родился в городе Орел в семье банковского служащего. Отец, значит, по одним легендам, это потомок такой семьи дворянской с очень глубокими дворянскими корнями. По другой легенде, это все мистификация. Он из мещан, из простаков. И тут на полях, многое будет сказано на полях в жизни Михаила Михайловича Бахтина, и, как видимо, не случайно, по его ли воле, по воле судьбы, по воле случаев. Очень много есть вещей, которые связаны с мистификациями, недосказанностью, неизвестностью. И человек, который жил совсем недавно, и очень многие, даже те, кого я знаю, не так их много, но есть те, кто держали его за руку, фактически о нем ничего не знают. Вот надо так умудриться, чтобы жить не когда-то две с половиной тысячи лет назад, а жить сегодня и жить вот внутри то ли жизни, то ли мифа о себе, постоянно его создавать, о чем многие говорят. Говорят о том, часто-то, а, он прожил не свою жизнь, б, он постоянно мистифицировал, и в, он настоящий плут, плут, персонаж из плутовского романа, о котором он сказал больше и лучше, чем кто-либо другой, или персонаж из плутовской такой жизненной стратегии, о которой действительно, кроме него, так великолепно, может быть, ярко завораживающего, в 20 веке не сказал никто. И все это мы встретим, даже в самом начале, из дворянского ли рода, из мещанского, но тем не менее, банковский служащий отец, в семье два брата, Николай и Михаил, оба, кстати, создали, ну, как бы, свою жизнь очень интересно, Николай Михайлович Бахтин, я сразу эту линию скажу, потому что, когда говорят о двух братьях, именно о Николае и Михаиле, говорят о том, что они были почти двойники, не двойняшки, между ними совсем, правда, была небольшая разница в возрасте, но вот эта фигура двойничества, я и другой, я и мой собеседник, я как другой, важнейшие темы Михаила Бахтина были пережиты еще в детстве, в общении с братом, который при другом раскладе, и, в общем-то, тут очень много чудесного, очень много мистерийного, очень много совершенно неожиданного в его жизни, такого, что не могло быть, а случилось. Ну и, казалось бы, всемирная слава, которая просто упала на Бахтина еще при жизни, должна была упасть на его брата, который в свое время, ну, я там потом скажу, вот в определенный период уже молодым человеком он вступает в добровольческую армию, он из Крыма эмигрирует из советской, ну, из как бы, из той страны, которая была, из страны, которая была Российская империя, стала Советской Россией, он жил где-то, скитался, тем не менее, продолжал учиться, оба они, если говорить об их образовании, ну, как образовании, как наполненности какими-то знаниями, смыслами, культурой, они классики, так они себя называли, то есть филологи-классики, да, их тематика, их главное занятие, это классическая филология, древнегреческий, который оба знали еще с гимназии, всегда практиковали и никогда не забывали, так Николай Михайлович Бахтин стал профессиональным филологом, классиком, автором учебников по древнегреческому языку, автором диссертации о Греции, там, 13 века до нашей эры и языке, он уехал из страны, он работал в Париже, в Сорбоне учился, в Кембридже, он дружил еще с одним интереснейшим героем философского небосклона 20 века, и я надеюсь, что найдутся люди, а я знаю кто, они смогут сюда прийти под руку с этим героем, это Людвиг Витгенштейн, это Николай Михайлович Бахтин был близким другом Людвига Витгенштейна и даже помог ему не приехать в советскую Россию, у того была такая идея, просветительская такая, принести в массы страна, в которой что-то новое начинается, он готов был, Людвиг Витгенштейн, пересечь границы и приехать и остаться здесь навсегда. И вот два человека, Николай Михайлович Бахтин и Ольга Яновская, одесситка, великий математик, которая потом стала, она осталась в Москве, они его в письмах отговорили. И казалось бы, вот такого профессионального филолога с хорошей классической историей могла достать всемирная слава, он того стоил, но слава достала совсем другого человека, его брата. Я говорю с вами о биографии и одновременно о темах. Тема, которая не оставляла Михаила Михайловича в связи с темой другого, это тема двойника. Вот тема его работ, например, главной работы, которая считается одной из главных проблем и творчества Достоевского, двойник двойничества. И в хорошем смысле, да, твое другое я, и в смысле негативный. Двойник самозванец, двойник обманный, двойник мнимый, двойник, как какой-то соблазн жизненный, да, это его тема, и мы видим, что эти темы каким-то образом в жизни притворялись, ну, в каком-то такой, такой семейной даже коммуникации, о которой мы все равно ничего не знаем. Итак, два брата, возвращаемся к детству, потом отец уезжает из Орла и работает в банке Вильна, Вильнюса, а потом в Одессе. И вот наш город становится одним из центров, который связан с именем Михаила Михайловича Бахтина. Что мы знаем о том, как он был в Одессе? И вот тут начинается то, что мы называем первый акт, может, даже не первый, первый был родовой акт мистификации, дворяне, не дворяне. Там есть в каких-то описаниях, которые наивно и с доверием полным передают исследователи, что вот его дедушка, прадедушка в Иртыше был дворянин, создал первую литературную газету, ну, ничего такого, в общем, доподлинно неизвестно, ну, такая семейная легенда. А вот в Одессе уже начинается мистификация Ли или то, что нам следует поискать, связано уже непосредственно с его жизнью биографией. Если вы прочитаете, то вот вы найдете такую информацию в Одессе. Братья заканчивают 4-ю Одесскую гимназию и поступают в Новороссийский императорский университет. Оба, оба два, Николай и Михаил. И учатся там какое-то время, потом они переезжают в Петроград и доучиваются, уже Первая мировая война, уже начинаются смены имен и смены эпох, и Петербург превращается в Петроград, они заканчивают Петроградский университет, как филологи, классики. И вот нам известно, опять-таки это все повторяют, что он учился на историко-филологическом факультете в Одессе и был среди студентов. В конце жизни, когда слава таки достигла Бахтина, мы к этому очень быстро сейчас подойдем, был один филолог, советской властью изгнанный из Московского государственного университета. Его учеником был знаменитый Андрей Синявский, и он отказался его проклинать, и этого человека изгнали, его профессор Виктор Дувакин, он был специалистом по Маяковскому. Ну и друзья очень его любили, ценили, и они нашли для него хорошую работу. Они вручили ему в руки магнитофон, диктофон и отправили, говорит, вот там есть такой человек Бахтин, иди к нему и записывай его воспоминания. Не всех Михаил Михайлович к себе подпускал, но коллегу-филолога подпустил, и существует целая книга беседы Бахтина с Дувакиным. Это один из главных таких биографических изданий, которые мы знаем о Бахтине. И вот в этих беседах Дувакин спрашивает, а как вам Одесса, а как вы там учились? Ну да, я вот учился, несколько профессоров он припомнил, все там рассказал, и мне, конечно, приятно. У Бахтина была такая привычка, вот я не знаю, как психологи скажут, речь была записана и расшифрована, и он удваивал. Да, Одесса прекрасный город, прекрасный город Одессы, да? Итак, профессора были хорошие, хорошие были профессора, да? Вот что это означает? Что это означает? Когда человек говорит правду или когда он хочет что-то замаскировать? И вот с этими удвоениями он описывал Одессу, профессуру, чему он учился, что ему нравилось. Он нам рассказал, что там он впервые познакомился с важнейшим для себя философом Сиреном Киркигором, предтечей экзистенциализма. Именно там кто-то из друзей, он так сказал, еще в России его никто не читал. Фактически я был первый, кто купил это полное собрание, сочинение, и этот экзистенциальный мыслитель, который действительно сделал жизнь, существование, единственную, единую жизнь, конечную и уникальную, сделал такой проблемой, центром описания, такой драмой. И вот эта тема, эту линию всегда вел Бахтин. Акцент на единственной единственности, уникальности, неповторимости моей жизни, задающей центральную смысловые координаты вообще всего описания мира, можно описывать только из «я». И вот как бы это он получил от Сирена Киркигора в Одессе. В итоге, конечно, дотошные, но пока еще не очень дотошные, их было совсем немного, одесских краеведов и исследователей, которые захотели узнать, так ли это было. Они заглянули в эти книги, да, университетские, они к тому, за те годы они сохранились, потому что потом многое исчезло после революции. Эти книги и списки студентов были все. И что мы там находим? Мы там находим Николая, но мы там не находим Михаила вообще. Ни в вольнослушателях, ни в студентах, ни вообще. И под этим соусом я перечитываю беседу с Дувакиным, где он описывает профессоров. И я понимаю, что это как будто и так, и не так, что так может описать человек, который не сидел шесть пар в аудитории, а кто захаживал. Мог беседовать, мог с братом прийти, познакомиться, читать, ходить на лекции. Но вот какой-то немножко такой пустотность, да, зияющая. Потом Дувакин его спрашивает, так сколько, сколько вы там пробыли? Ну, кажется, четыре года. Дотошный Дувакин посчитал, говорит, ну как же четыре? Вы уже в этом году были в Петрограде, получается один. Ну хорошо, да, один. Плохо у меня с датами, с датами у меня плохо. Вот так сказал Михаил Михайлович. Ну и быстренько перевел разговор на другую тему. Итак, первая мистификация. И тем не менее, одесские краеведы, а в частности, один из них, он и краевед, и известный драматург Ростислав, по-моему, Александров, по пьесам которых очень много поставлено в Одессе театральных постановок, он таки пошел в архив и нашел дом, где жила семья Бахтиных. И вот респектабельный дом, ныне на улице Спиридоновской, вот потом повешу на страничке, можно будет посмотреть. Вот и все, вот мы уже видим первую мистификацию. Потом Петроград, и знаете, что никто никогда и нигде не видел никакого диплома Михаила Бахтина. В Советском Союзе человек, который потом преподает в Саранске, в Мордовском университете, учит в школах, защищает в 1946 году кандидатскую диссертацию в Институте мировой литературы, по поводу которой состоялось настоящее такое действие, все участники, большинство из них сказали докторскую, докторскую, и не меньше за Франсуару Раблее проблемы реализма, да, в истории реализма. В общем, а диплома не было. Как так могло быть? Что это такое? Никто никогда и нигде не видел ни одного диплома о высшем образовании Михаила Михайловича. Еще мистификация, да. И таких было довольно много. Я обо всех их не буду. Мы с вами попробуем поискать их смысл. Именно смысл в контексте биографии мудреца определенной эпохи. Мудреца Плута, мудреца, который, ну, может быть, своей жизнью демонстрирует, что вот мир ловил меня, но не поймал. Вот тот самый мир советский, тоталитарный, который уложил всех на бюрократические полочки, но не поймал человека, мистификатора, который всюду ускользал, как бы защитил все, что он мог защитить на тот момент, даже не имея, вероятно, диплома. Вероятно, да. Как это ему удалось, неизвестно. Вполне, скорее всего, он даже в своих воспоминаниях, стараясь уйти от этих вопросов дотошного интервьюера, а где учились, прямо где сидели, на каких скамьях, он как-то так. Но вообще-то я понимаю, что человек должен учиться сам. Я с самого детства начал читать самостоятельно, и я сам стал самостоятельным мыслителем, и мне никто не был нужен. Он старался, и вот тут, скорее всего, он не обманывал, да. Вот такой стиль человека, который... Ну и так, значит, в Петрограде вместе с братом, из такой компании развеселых, очень ироничных, и в то же время очень серьезных, как он сказал, классиков в кавычках, ну не классиков великих, а филологов-классиков, они создают такую группу в центре множества кружков той эпохи, разных, серьезных. Называют эту группу амфалос или амфалос, кто знает греческий, тот подскажет и ударение сделает, хотя никто не знает, как звучит древнегреческий, да, на самом деле. Это называется пуп, пупок. И вот этот пупок земли, вот они там стали собираться, читать греков, читать, и все время иронизировать, все время смеяться, все время как бы серьезное переводить в карнавальное уже там. И во многом пафос вот этого амфалоса, пупка, был еще направлен против серьезности. Вот что касается Бахтина, то для него серьезность культуры – это ее главный изъян, это ее главная трагедия, это ее главная пастка, да, яма, в которой она проваливается. Это источник очень многих трагедий, да, серьезность, излишняя серьезность. И вот там они уже практиковали вот эту несерьезность, но и практиковали тот мир, в котором главным жизненным событием является мысль, ее проговаривание, ее, скажем, бытование среди других, ну вот как мячик от одного к другому, мыслить сообща, и все время в этом жить. И постоянно в течение жизни, кроме тех периодов, когда он оказался в ссылке один, и тогда эта линия была заочная в виде дружеских писем, в виде дружеских посещений редких, но все равно она тянулась сквозь всю его жизнь. Жить внутри вот этого дружеского общения, вот этого амфалоса, да. Потом, когда он заканчивает, либо не заканчивает, как мы понимаем, либо как-то вот оказывается уже профессиональным учителем, сначала в школе, потом уже времена совсем бурные, когда документы и вправду терялись, да, можно тогда сказать, что революция потерялась. У очень многих, в том числе у эмигрантов, дипломов не было. Они восстанавливали, они придумывали. И я хочу вам сказать, еще я к этой теме вернусь, мне повезло очень, мне удалось побывать по программе «Фулбрайт», целый год провести в Нью-Йорке, и побывать в замечательных архивах эмиграции русской и российской в разных, в том числе Бахметевский архив русской эмиграции в Колумбийском университете, побывать в Принстоне, куда мы по поводу Бахтина еще вернемся, вот, и читать документы очень многих гуманитариев, которые уехали из Советской России. Так вот этот обман небольшой в биографиях мудрецов 20 века, которых вот эта машинка катастрофы резала, как могла, был очень важной жизненной стратегией. Уезжали из Одессы, они тут еще не были профессорами, доцентами, они приезжают в Европу и пишут «доцент», «профессор», «то-то». Просто жизненная стратегия заставляла их, ну, немножко прибавлять себе веса, дабы устроиться, дабы… Но этот обман был компенсирован тем, кем они были для многих. Для большинства это не был такой обман, обман, вот уж совсем плутовской роман. Это была такая невинная в этой катастрофической ситуации ложь очень у многих. Я, поверьте, я документы очень многих видела, и мы там констатируем с моими коллегами, которые этим занимаются, вот эти подмены. Так что Михаил Михайлович не был одинок. Вот он оказывается в Витебске, в Невеле, и там создаются кружки, и так вышла эта судьба, случай, вдруг, или просто те люди, о которых потом говорят с придыханием, сформировались внутри этих сообществ, которые были в этих городах. И вот почти все исследователи говорят так. Ну вот Витебск, там 18-20 год. Что за город такой? Шагал там, Бахтин там, там еще кто-то там, имена первого ряда там. Там, потом Невель, Юдина, Мария Юдина, великая, выдающаяся пианистка, женщина-философ, там. Как это вышло? Это что, случайно? Или эти люди стали теми, о которых потом говорят с придыханием, только потому, что они были там и находились в поле вот этого сообщества. И вот в Невеле у Бахтина такой кружок, там, имена, которые, многие из которых уже забыты. Михаил Каган, он рано умер. И также исследователи говорят, такие злые, ну, злые, по-хорошему, дотошные. Говорят, Бахтин двойник Михаила Кагана, который действительно был гением. А он просто наслушался, и все. Там, Моисея Кагана, прошу прощения. Ну, вот таких вот много. То есть взял на себя чужую жизнь, да, присвоил чужие лавры. Ну, он же их реализовал, да, он впитал их в себя. То есть много вот таких загадок. Он вообще самостоятельный или он напитался чужими, другими смыслами и потом сумел их воплотить в жизнь? В Невеле кружок. Вместе тоже многие очень говорят, вот так интересно. С одной стороны, он не любит такую надменную серьезность, а с другой, вот мне вот не нравится, то название, оно мне какой-то серьезностью такой отдает, какой-то даже не очень хорошим вкусом. В Невеле этот кружок собирался, они там тоже обсуждали. Одна из тем, о которой говорил там Бахтин, она так называлась, я надеюсь, мы к ней еще вернемся в связи с биографией, проблема обоснованного покоя. Есть даже какие-то стенограммы, и ходили к озеру, которое они назвали вот так, оцените, озеро нравственной реальности. Вот как по мне, как-то несколько бесвкусно, но вот с Марией Юдиной они туда ходили. И это женщина-философ, женщина-пианист выдающаяся, любимица Иосифа Виссарионовича Сталина. И по-своему в конце жизни она тоже плут. Вот она лауреат Сталинской премии, о ней говорят как о святой в миру. В конце жизни эта женщина, она всю жизнь поддерживала отношения с Бахтиным. Я повторяю, по-моему, ей несколько раз дали Сталинскую премию. Сталин ее обожал, он ходил на все ее концерты, и в общем ей все давалось. У нее не было вообще ничего, она спала на скамейке, она выходила на сцену в каком-то рубище без зубов, да, и играла так, что все забывали, в чем вышла эта располневшая женщина. У нее ничего не было, кроме аскетической скамьи, на которой она спала. При этом она собирала у всех деньги, долги не отдавала, ее искали, разыскивали очень многие, но она их просто отдавала, у нее не было ничего. А то, что она у кого-то взяла в долг крупными суммами, она тут же отдавала кому-то другому, у нее не было ничего. Вот это вот такое общество. И потом Михаил Бахтин возвращается в Петроград и входит в одно, тоже такой же кружок, вот не имется ему, да, как вот научился жить в кружке, в философской школе, внутри, живого такого сообщества. Так и идет по жизни. Это общество называлось «Воскресение». Его возглавлял тоже известный богослов, он никуда не эмигрировал, благо и в последний момент расстрел заменили на какую-то ссылку. Александр Меер назывался «Воскресение», «Богословский кружок», что там делалось по трудам Меера, мы можем восстановить, мистика, богословие. Причем надо отметить, что, конечно, Михаил Бахтин, с точки зрения вот его философского уморасположения, находился в силовом поле русской религиозной философии. Безусловно, да, это, там, Владимир Соловьев, Мережковский, там, ну, вот, компания такая, Булгаков. Ничего этого он не любил, от всего этого он отстранился. Все это ему выглядело игрой, фальшью, особенно резко он прошелся по Зинаиде Гиппиусу и Мережковским. Сплошная фальшь, сплошная игра на публику, сплошная самопрезентация во всем. От, там, иголки в булавке или, там, заколки в волосах, да, до пятки, да. Он это чувствовал, такой фальшь. Поэтому их религиозно-философские искания, оставаясь внутри, вероятно, православного такого все же, но больше экуменически ориентированного богословия, были несколько другими. И вот как раз тут настигает его ссылка. Кружок разгоняют, его участников арестовывают. И тут как вмешивается вдруг. Вместо Соловков, куда отправились многие, в том числе один еще очень похожий, но очень непохожий на него человек, без которого, наверное, Бахтина нельзя понять. Это Алексей Федорович Лосев. Знаем такого, да? Алексей, я, может быть, скажу, но вот я оставлю здесь эту фигуру. Я только скажу про Лосева вот что, раз мы говорили о Марии Юдиной. Уметь дружить можно по-разному. Бахтин и Мария Юдина дружили всю жизнь, а Лосев взял, дружил с ней, и взял и написал о ней роман. Называется роман «Женщина-мыслитель», после которого Марина Юдина никогда не подавала руки Алексею Федоровичу Лосеву. Это был роман, посвященный ей. Я начинала только первые строчки, поэтому не могу сказать. Мне Рабинович пересказал пока что, но в планах моих обязательно, условно говоря, напел Рабинович. Это одесская поговорка, да? Кто в Одессе знает, что такое напел Рабинович. Каруза? Что ваш Каруза? Вот Рабинович мне напел вчера, поэтому я уже знаю, что на Каруза нечего идти. Но тут, я думаю, стоит почитать. И вот так. Так вот, Алексея Федоровича, мы тут оставим. В данном случае его постигла та же судьба за участие вот в таких объединениях. Он попал на Соловки. Уже женатому Бахтину. Жена была его просто гением, которая берегла его, без которой этот человек, мало приспособленный к жизни, все-таки сумел в ней обустроиться, прожить нормальную, спокойную, в данном случае, ну, минимально обустроенную жизнь. Без нее я не знаю, что бы с ним было. И вот их отсылают в Кустанай. В Кустанай, надо сказать, что главный герой Михаила Бахтина, о котором знают, что вот это главная книга Бахтина, пожалуй, поэтика Достоевского, та книга, которая больше всего известна в мире. Достоевский в свое время где отбывал свою ссылку? Тоже в Казахстане, да? Их обоих, как вдруг, судьба заносит вот в Казахстан. Кустанай, он проводит там несколько лет. Кстати, в ссылку он попадает ровно в 33 года. Интересное совпадение. Незадолго, вскоре после этого, у него ампутируют одну ногу, потому что у него там была болезнь, остеомелит, правильно я назвала? Остеомелит, да? Ну, пришлось ампутировать ногу. И здесь я ставлю небольшую точку вот о структуре его мышления. Насколько это связано с какой-то вот переживанием своего тела. Вот еще раз, тело, тема, которая его больше всего беспокоит. Моя единственная уникальная жизнь, точка, где я стою, живая плоть смысла, жизнь, которая безысходна. И вот это вполне возможно, что понять вот эту главную его линию, ему помогло и то, что увечье в каком-то смысле трудность позиционирования себя в этом мире. По поводу его увечья, опять-таки, две противоположные точки зрения тех, кто за этим наблюдал. Уже в поздние годы, когда он стал известен, скажу почему, те, кто с ним общался, они говорили так, что он даже немножко бравировал тем, что он на костылях. Он двигался на них виртуозно, как танцор. Он даже использовал их, как язык речи. Кто-то, ну это тоже легенда, которая никак не подтверждена, но это интересно, что вокруг него такие легенды. Кто-то говорит о том, что на своей защите, где было много, говорят, обскурантов, да, от марксизма, от вульгарного марксизма, ну как могло быть в 46-м году? Когда ему что-то не нравилось, он начинал стучать по полу костылями и кричать на них, там, обскуранты, что вы здесь делаете? То есть костыли были языком. Ну, скорее, это легенда. Вот, и как бы, а другие говорят, он очень плохо передвигался, было заметно, насколько это увечье его тяготит. И, как и у Ницше, нельзя, наверное, понять мысли Ницше без того болезненного состояния, которое он испытывал почти 24 часа в сутки, но не пояснять этим состоянием, не говорить, что тут дана разгадка, просто говорить, что это условие этой мысли о себе, когда болезнь, боль, постоянная увечность это твое сопровождение. Что ты будешь делать с этой твоей человеческой ситуацией? Это уже другой вопрос, да? Ты пояснишь ее, допустим, ей объяснишь все, что нужно и навесишь себе какие-то там ордена, медали за то, что ты так все претерпел. Или наоборот, ты как-то иначе поступишь вот с той самой ситуацией, которую пережил только ты и никто другой. И так Кустанай. И вот тоже говорят о том, что как-то ему там было и не очень плохо, он оттуда получал письма от своих друзей, и этот дружеский кружок продолжался, и вот эта тяжба шуточная с советской действительностью продолжалась. Ссыльного в Кустанае, о котором он, кстати, помнит очень хорошо. Казахстан – это моя малая родина, я выросла в Алма-Ате, закончила школу в Алма-Ате, и я даже пойму, о чем здесь сейчас говорится. Он вспоминает о том, что люди вообще относились к ссыльным очень хорошо. Говорит, мы приходили в магазин, просили одну пачку чая, нам давали две. По карточкам нам нужно было столько-то грамм хлеба, а нам отрезали в полтора раза больше. И вот так. Потом, значит, в Кустанай друзья из Ленинграда, директор библиотеки имени Салтыкова-Щедрина присылал ссыльному, почти безработному, редчайшие рукописи. Упаковывал их, шел на почту, писал Кустанай и славу Бахтину. Так что не имел этой возможности даже ученый какой-то прийти и получить эту рукопись. А там ссыльный Бахтин мог получать вот вновь найденные редчайшие рукописи, которые были в библиотеке. Потом он переезжает. В это же самое время ему удается устроиться сначала на почесовку. И, кстати, опять-таки говорят о том, что почесовка была огромные деньги. Он получил за почесовку 10 тысяч рублей. Это были очень большие деньги по тем временам, в разное время. И жена их потихоньку откладывала, потому что она как бы предвидела, что она умрет раньше. И она очень на всем экономила, шила игрушки, продавала. Каждое утро сбивала лед с лестницы сама топориком, чтобы Михаил Михайлович мог спуститься. Она понимала, кто с ней. И она предполагала, что она умрет раньше. И она эти все денежки прятала. Но судьба ее немножко обошла, потому что под конец жизни он стал сказочно богат в советскую эпоху. Сказочно богат. И он не знал, что делать с этими деньгами. Мы к этому идем, я сейчас скажу. Люди приходили, брали у него деньги взаймы. А Елена спрашивала у соседей, об этом пишут воспоминания. Послушайте, а кто этот человек, который сейчас ушел от Михаила Михайловича? Он унес с собой кучу денег. А мы его даже не знаем. Но вот она копила эти деньги. И поэтому вот почесовка. В советскую эпоху ссыльный человек. Раз и все. Потом он переехал в Саранск и стал преподавателем Саранского университета мордовского. И читал там блестящие лекции по литературе. Цитировал греков на чистой греческой давней мове. И это был блестящий оратор. Оратор. Опять-таки, под рубрикой, если вы забьете в гугле «Говорит Михаил Бахтин», вы увидите, вы можете найти такой небольшой фрагментик 20-минутный из интервью «Радио Свободы». Сверх барьеров, как-то так называется, передача «Постоянная радио Свободы». Там есть записи вот этого самого Виктора Дувакина. Кроме письменных, есть аудио. Послушайте, пожалуйста, его голос, и вы поймете, что это голос, который завораживает. И, кстати, работая со студентами той эпохи, его знаете, что больше всего беспокоило? Ну, если здесь есть преподаватели, ну, как я, многие могут сказать, ну, вот нас беспокоит, там полная безграмотность, то, сё, пятое, десятое. Его что беспокоило? Они не умеют интонировать голосом. Они не владеют своим голосом. И вот слово интонация, мелодика, ритм, важнейшие характеристики описания биографии и жизни, да, интонировать речью, да, как он умел интонировать, послушайте. И, в общем, вот так он там живёт, живёт, и наступает какая-то эпоха, когда снова гайки там зажали, и уже новый такой поход против затесавшихся буржуазных элементов в вузах. Его быстренько увольняют, ну, увольняют с прекрасной статьёй по собственному желанию, буквально за день-два до вот той самой комиссии, которая бы дала ему волчий билет, да. То есть судьба во всём благосклонна. И этот человек, который в 20-е годы публикует свою поэтику Достоевского, да, такой книгу-книг «Магнум опус», она выходит в Москве небольшим тиражом, и фактически никому неизвестно, кроме близких людей, которые уже тогда знали, что это гений. Вот. В 20-е годы он знакомится с Вячеславом Ивановым, он его очень ценит. Он очень хорошо вспоминает о Блоке, тем не менее, дистанцируясь от него, и даже рассказал такую историю, что Блок, все знали, что Блок вот сейчас умирает от голода. С ним не было и той самой жены, которая могла бы обустроить извне его жизнь, да. Он просто такой человек без возможности жить в этом мире. Они в Витебске начинают собирать для него продукты всем Витебском, всем интеллектуальным, духовным Витебском. Собрали огромную сумму и большой мешок продуктов. В 18-м году Блок умер, хотя не близок ему Блок. И именно за фальш в интонации, в ритмике, за вот то, что он как-то не слушал, не совпадающая с Бахтиным ритмика, описание жизни. Вот. Ну и вот 60-е годы уже там оттепель, еще даже конец 50-х, конец 50-х молодые ученые Института мировой литературы, их трое или четверо, но в основном это Вадим Кожинов, Сергей Бочаров и Георгий Гачев напали где-то вот на такую книжечку «Проблемы творчества Достоевского». Бахтин. Почитали, говорят, так это же гений жил, где умер этот человек, где он похоронен, мы там построим памятник. А им говорят, да он жив, он работает там в Мордовском институте, университете, читает там лекции. И они туда отправились. И началось паломничество к Бахтину, и эти молодые ребята тогда, они сделали ему такую славу. Это стал одним из центров такого духовного паломничества поехать к Бахтину, встретиться с Бахтиным. Значит, и они стали добиваться того, чтобы роман был переопубликован, договорились с московским издательством, идет работа с издательством. И, значит, издательская эта работа все время тормозится. И вот с этого места начинаются вот те самые чудеса. Я здесь сделаю паузу небольшую. Теперь скажу, что слышно о Бахтине в мире. Что сегодня слышно, да? Что мы услышим? Что это самый известный русский гуманитарий XX века для мира. Никто не был известен больше, чем он. Не было, как говорят, эры Булгакова, эры Бердяева, эры Булгакова, Михаила и Сергия, кого угодно. Но была и есть эра Бахтина. Очень странно. Сидит человек, всеми забытый. Тут рядом его брат такой приличный, в общем, респектабельный. О нем ничего не известно. Эпоха и страна, которая перемалывала людей в щепки. Ничего не оставалось. Ни следа, ни строчки, ни звука. И тут еще при жизни нагоняет Михаила Михайловича «Всемирная слава». Как она нагоняет его в 50-е, 60-е годы. Тоже такие, скажем, чудесные обстоятельства. Дальше мы с вами посмотрим, что одной из стратегий, биографии, о которой уже теоретически говорит Михаил Михайлович в своих работах, там, роман «Воспитание», его значение для истории реализма и формы времени и хронотопа в романе. Вот такие работы он выделяет такую стратегию. Авантюра, странствие, авантюрный роман, сердцевиной которого являются слова «вдруг», как раз в это время, вдруг. И вот тут постоянные вот эти «вдруг», как раз в это время, вот как раз в это время оттепель, а он еще жив. И вот, и значит, вот какое чудо. Значит, его мировая известность началась в двух странах, Италия и Франция. Но огромным таким эхом, и вообще там просто все гудит, о чем я скажу из первых уст, потому что была в центре этого гудения лично, это Америка. Вот где это просто мегафигура. Опять-таки, мы приготовили, вы можете посмотреть, сколько комиксов о Бахтине, сколько вот таких мультяшечек, сколько обликов Бахтина, совершенно не похожего на него самого, да, таких вот упрощенных. Но вот Бахтин, когда же просто имя нарицательное, да, не собственное. И один из исследователей, который, кстати, читал лекцию и беседу вел о Бахтине в замечательном киевском, около киевском месте, откуда к вам прибыли большинство ваших спикеров, это дух элитера, школа, Киевский летний богословский институт в лишние. Там когда-то читал, вел беседу Игорь Соломадин, такой философ и психолог российский, и он говорит, я в Америке разговариваю с коллегами, бахтиноведами, они даже не удосужились прочесть биографию, они-то думали, что он американец, они так удивлялись, что он не американец, да. Вот, так вот, три центра, как началось это движение, Бахтина к мировой славе, а он сидит без одной ноги, он сидит на месте, а слава кружится вокруг него. Вот как надо жить, да. Вот что такое биография мудреца. Слава сама пришла, и сама тебя, значит, кинула тебе все, что, как говорят, да, никого, ни о чем не просите, сами принесут, и все дадут, да. Другой Булгаков, вот тут нам пока, вот это тот случай. Значит, вот эти ребята молодые, один из них, вот сейчас я одну фразу скажу, и потом ее противопоставлю нескольким другим оценкам. Один из них, Григорий Гачев, он, кстати, у него очень, он такой филолог, моралист, в свое время очень известный, никому ничего не говорят, труды Гачева, он литературовед, и заодно жизнестроитель, который предлагал очень много рецептов трансформации жизни. Жизнестроительство, жизнеконструирование, мифологизация жизни, превращение в жизни в события, в произведение искусства, это то, чем занимается теоретически Михаил Бахтин. И невероятно, вот юный тогда Гачев многое из этого впитал, и многие свои работы, и свою жизнь, кстати, также и построил. Так вот, у него были такие восторженные воспоминания. Это саранский старец, «Это живая церковь», говорил нам Георгий Гачев. А во время одной из беседы с человеком, у которого голос абсолютно завораживающий, Гачев сидит, его слушает, и вдруг с ним вот такое, он бац на колени, прямо посередине разговора, и говорит, «Боже, как надо жить, чтобы стать таким, как вы?» Вот ни с того, ни с сего человека вдруг обуяло такое ощущение, да? Ну и вот такая, заметили эту ремарку? «Боже, как надо жить, чтобы стать таким, как вы?» Ну, я не знаю, он, наверное, смутил Михаила Михайловича, или наоборот, позабавил. Но вот эти люди, которые отнеслись к нему именно так, как к живой церкви, много сделали для того, чтобы слава достигла. И так они в Москве организуют переводы, там переиздания. В это время, в Италии, после перестройки, одно из ведущих итальянских издательств, которые накануне этого дела, которым я сейчас расскажу, попали книги Бахтина, и их начали там переводить, книгу Бахтина, да? Вдруг это издательство договаривается с Никитой Сергеевичем Хрущевым о том, что в нем будут изданы речи Хрущева. И тогда команда Хрущева и вот это все узнали, что там лежит книга Бахтина. Они решили не повторять казус Пастернака, чтобы доктор Живаго, изданный вначале там, а не тут, и вот такие Нобелевская премия. Не захотели они такого расклада, и они решили в Москве быстрее издать эту книгу. Пока там в Италии что-то переводится, они раз и в Москве быстро издают. Ее прочитали почти все гуманитарии, и началась эпоха Бахтина. Огромное количество людей сказали «Все, с этого момента я стал другим». Это правда, это не фигура речи. Я стал совсем другим. Моя жизнь разделилась на до и после. И профессионалы, и непрофессионалы. Об этом тоже можно сказать чуть позже. Потом вышла через пару лет Франсуара Бле и народная культура средневековья и Ренессанса. Это второй переворот, когда народу на блюдечке преподнесли карнавальную культуру, смеховую культуру, верх-низ. Мы на этом языке сегодня разговариваем. Если я что-то скажу, вы скажете, мы это знаем. А почему знаем? А потому что уже это растворилось повсюду. Верх-низ, низовая культура, смех, как оздоровительная стратегия культуры и так далее. Все это Михаил Михайлович. Даже кто-то говорит, что ни Феллини нельзя было нам описать, ни Кустурицу, если бы у нас не было языка Бахтина. Вот так вот. Появились эти книги. Все. И он стал получать вот эти громадные гонорары. И он не знал, что с ними делать. Ну, что деньги? Он уезжает из Саранска, живет в Переделкино, в доме творчества. У него даже появляется своя квартира. Но умирает его жена, и он просто в один момент из респектабельного такого вот человека быстро превращается в худенького, маленького, совершенно потерянного человека, который вот не знает, как ему жить дальше. Но мысль все-таки, так сказать, бьется в этой голове, и беседы с ним продолжаются. Но это одномоментное превращение. Одномоментное. Чтобы мы знали, что у любого мудреца, достойного нашего внимания, где-то должна быть муза. Как была она у Сократа. Помните, кто была его муза? Нет, не Ксантипа. Нет. Диатима. Читайте диалог Платона-Пир, который весь наполнен мужскими смыслами, да, маскулинными. А это ирония Платона. На самом деле, главная героиня симпосиума это жрица Диатима. Не жена Ксантипа, увы, да, или с счастью, а жрица Диатима. Вот. Ну, вы, значит, вот здесь так. Потом вторая часть, Франция. Франция. Это молодые французские интеллектуалы, которым попадают книги Бахтина. И такая болгарская, выход, болгарская по происхождению великая женщина мировой гуманитаристики, Юлия Кристева, может кто-то слышал. Французы ее теперь называют Юлия Кристева. Я вот так послушала очень много всего. Из Болгарии она переехала с ударением Кристева, да. Ну, мы ее знаем как Юлия Кристева. Она публикует статью о Бахтине, и все, и Бахтин зажег французский гуманитарный небосклон. Ну, как она с ним поступила? Она приписала ему многие свои идеи. Она внесла в его уста термин, который он не называл. Гетероглосия. Вот если вы будете читать там, с чем прославлен Бахтин в мире, в тех же комиксах там идет смешной Бахтин, неизвестно откуда, именно рицательное, и слова, которые он произнес. Диалог, карнавал, хронотоп и гетероглосия. Никогда не говорил он этого слова. Это сказала Юлия Кристева или Кристева. Это разноголосие. Многоголосие. Многоголосие персонажей, которые говорят разными голосами и, в общем, непонятно как. Ну, и вот тут еще слава его достигла и теперь он здесь. Теперь Америка. И этим я закончу вот такую биографическую, в которой уже какие-то темы есть. В Америке он стал тоже страшно популярным и мне посчастливилось быть на кафедре Славик Депатман в Принстоне, выступать с одесскими сюжетами. Я ездила туда тоже с одесской историей о двух великих гуманитариях одесских. Это великий богослов Георгий Флоровский и не менее великий, но менее известный культуролог и мыслитель Петр Михайлович Бецили. Вот с этими героями я поехала туда выступить и я попала в Принстоне, в самый центр бахтинофилии. Потому что в Принстонском университете работала, сейчас она уже ушла, Кэрол Эмерсон, ведущий бахтиновед 20 века, блестящий гуманитарий, потрясающий профессор глубокий, бахтиным там болели все. И я там познакомилась с молодыми аспирантами, одна из них Вика Джахарян, армянка по происхождению, через полгода пишет мне письмо «Инна, я хочу приехать к вам, я так увлечена была вашей лекцией, я хочу в Одессу, тем более тут жил бахтин». Она садится на самолет и прилетает, и мы с ней идем по местам бахтина, она целует стены, где как бы апокрифического дома, и она даже пишет заявку на фулбрайт программу, но в этом году не получилось. В общем, вот такая история, я сама видела тех, кто просто болен бахтинным. И более того, я ехала в Принстон на общество Флоровского, там есть такое, есть там такое общество, посвященное нашему Одесситу. Когда умирает его руководитель, трагически, подхватывает это общество другой молодой человек, бахтиновед. И я открываю теперь хронику этого общества, и что там? Флоровский бахтин, бахтин, флоровский, флоровский бахтин. Вот, ну, как бы так. Вот такая мировая слава, и такой, а так про что теперь? Итак, от этой биографической, может быть, сюжета, я еще покажу вам парочку книжек, ну, не читать их не буду, да, но просто покажу, что у меня есть. Вот в Америке, на развалке, возле университета, где я стажировалась, я покупаю, там, Юлию Кристи, вот, «Time and Sense», время и чувство и смысл. Она посвящена Джойсу, да, эта книга. И здесь литература Миланского университета, книжка называется, которую написала профессор Миланского университета, Стефания Сини. Она бывала в Киеве, выступала в Лишне, где мы с ней познакомились, и она тоже ведущий бахтиновед. Ее лекция есть в сети, очень глубокая, и она одна из тех, кто, ну, как бы переживала, она примерно моих лет, она не застала вот те самые первые шаги, но знакома, училась у тех, кто привел в Италию и в мир Михаила Бахтина. И это ее работа о принципе диалогизма у Бахтина, о философии Бахтина, более философского осмысления, вот через философскую антропологию, всякое такое сложное, я не читала на итальянском языке. И если бы вы видели, как говорит о Бахтине Стефания, то я думаю, что вот она, ну, не стала бы целовать стены, да, по которым ты, или там, как я, по которым ты ходила, да, но тем не менее это так, это абсолютная вовлеченность в мир Бахтина итальянки, которой бесконечно трудно что-то делать, потому что язык непереводимый, очень такой извилистый в некоторых работах, в других очень простой, вот чем и хорошо. И вот очень странный проект, участником которого мне довелось быть, и вот этот проект воплотился вот в такую книжечку. В 2013 год, вот как раз накануне моей поездки в Америку, поэтому я не до конца сумела пробыть с этим проектом, к нам обращается Норвегия, университет Берген, кафедра сравнительной литературы. С какой просьбой? Мы очень хотим в Одессе провести такой семинар. Бахтины евреи. Я говорю, почему Бахтины евреи? Они обратились к филологам на кафедре филологии. Те как-то... Хотя, надо сказать, что в Одесском университете много лет работал Степан Ильев, такой ученый, доцент, который принес Бахтина в ту филологию, которая противилась Бахтину. Он был изгоем, он был диссидентом, его все ругали, в общем-то его сгубили. Он умер очень рано и из-за такой любви его коллег, представителей соцреализма, которым Бахтин совсем был не по душе. Так что в Одессе, когда он умер, сегодня Бахтин в моде, эти же люди проводят ежегодные конференции про Ильева и Бахтина. Ну, как водится. И вот Норвегия. Бахтины евреи. Почему евреи? Почему Бахтин? Вот так у них как-то вот что? Одесса, Бахтин, границы культуры. А говорю, почему евреи-то? Ну, вот такая у нас программа по Холокосту. А потом еще мы организовали центр границы культуры. И кроме Бахтина об этом лучше никто не сказал. Ну, хорошо, мы провели семинар, издали вот такую книжечку. Но надо сказать, что лично Бахтину посвящены всего две статьи на английском. Моя и моей коллеги. А все норвеги написали о другом. Но Бахтин — это уже атмосфера вокруг. Вот так я ввела вас в этот мир. Теперь, может быть, самые главные вещи, которые мы анонсировали в нашей теоретической части. Но, повторяю, мне хочется, чтобы вы увидели в той первой части многие ростки того, что надо сказать теоретически. Я повторяю, не буду говорить. Карнавал и диалог пока что. Единственное, что мне надо сказать из этого списка, хронотоп, конечно же. Но основная тема, которая никогда, не кажется, не стояла в центре внимания, но, на мой взгляд, является ключевой, это биография. Почему я так говорю? Кроме всего прочего, вот когда-то мне пришлось защитить докторскую диссертацию по той самой философии. И посвящена она была биографии как феномену культуры. И я стала смотреть, кто об этом сказал больше всего, кто больше всего раскрыл ее тайны. И я поняла, что это Михаил Михайлович. У меня большой-большой раздел. Вот это вот моя монография, она у меня одна уже затасканная, уже такая про... Ну, и тут целый большой раздел о Бахтине, Бахтин и биография. И вот с этим, собственно, я и приехала, чтобы показать, что та тема, которая никогда не звучит в комиксах, она все-таки является для нее главной. Для него главной. Что я здесь хотела бы выделить как две такие проблемы, которые, может быть, не ему одному принадлежат, но он их вот таким образом как-то связал, осуществил, преломил и сделал очень осязаемыми. Ну, первое, не очень оригинальная идея, с которой он начинает. Первое, что жизнь и искусство должны быть едины. Законы жизни и законы искусства в ответственном культурном творчестве одни и те же. В своей самой ранней работе 19-го года, про которую, ну, как такой набросочек на одну страничку, его опубликовали потом, называется «Искусство и ответственность». Вот лозунг этой темы. За свое бесплодное творчество, вернее, вина за бесплодное творчество творца лежит на пошлости его жизни. А вина за пошлость его жизни лежит на бесплодности и необязательности его творчества. И эта тема известна этой эпохе, в которой он жил. Это тема, которую прожил, осуществил, пережил тот же Вячеслав Иванов и вся серебряновековая линия поэтов и писателей, которые вели такую темочку жизнетворчества или жизненная теоргия, как вот свою жизнь, не просто творчество, а жизнь преломить. И именно не так, что вот творчество я здесь пишу, а живу как могу, или здесь меня не трогайте, я всегда именно за столом, а тут нет, они сделали лабораторией литературной свою собственную жизнь, причем сделали ее очень сложной, какой-то очень ну такой, на грани фола, особенно когда они искали вот того самого Эроса, который у них лежал в центре. Что они только не творили с этим Эросом, как они его только не преломляли в своей жизни. Он был очень странный, но все это делалось для того, чтобы описать их главную творческую идею, да, прекрасной дамы, Софии и так далее. На алтарь кладется жизнь. Первая идея, да, что законы искусства и законы жизни должны совпасть, и тогда мы жизнь поверяем вот той самой схемой, которой мы относимся к искусству. Вторая идея тоже неоригинальная, но ее именно так надо было прописать, как он это сделал, и здесь он очень близок к структуралистам, к Лотману, что жизнь и текст совпадают тоже по структуре. Жизнь и литературный текст, жизнь и рассказ совпадают. Мы живем так, как рассказываем, мы рассказываем изнутри своей жизни. Что из этого следует? Из этого следует очень такой, очень хорошо разработанное уже на сегодняшний день язык описания, процедуры мышления, то, что назвали в современном мире нарративный поворот. Нарратив это что? Я введу одно словечко. Нарратив это повествование о жизни, кто филологи знают, причем это не просто повествование, в котором есть сюжет, герой, время, последовательность, ну вот, что нарратив изнутри, скажем, пропитан жизненными соками и в то же самое время жизнь исходно нарративно. Вот это такие базовые презумпции подхода Бахтина. И третий подход, который я вначале озвучила, теперь мы его усилим, что центром описания культуры, центром понимания культурной жизни является мое не алиби в битии, моя точка, где я стою, мое позиционирование. Я никак по-другому о культуре говорить не могу, кроме как из своего собственного места. Никак. У меня нет никакой другой формы понимать мир. Только из вот этой точки нахождения в этом самом биографически определенном времени, пространстве, судьбе, судьбе, в которой я нахожусь. То есть, если говорить так более, отнести это к каким-то классификациям, которые существуют в культуре, можно говорить о мире культуры, как бы находясь в самолете сверху. Летая над культурой, я вот сел в самолет, у меня есть сознание, я могу превысить, скажем, масштабы своей индивидуальной судьбы, я же человек, я, в общем, обладаю этим сознанием культурным, и я могу сверху надзирать, ну вот как Гегель, как такие мыслители, Шпенглер, такие с крупными мышцами мыслители, которые умеют говорить от имени мира. И они как бы садятся в самолет, поднимаются вверх и летают над культурой. Вот Бахтин говорит о том, что это для него такое трагическое теоретизирование, которое погубило культуру, мир, человечество, потому что это все забвение того места в бытии, того места, которое определяется нашей смертностью, конечностью, тоже неоригинальная идея, но все-таки он их объединил как главные презумпции. Но что я хочу сказать здесь, когда мы посмотрели на его жизнь, которая действительно была определена временем, судьбой, увечьем, теми-теми событиями, что он сумел с ней сделать? Он сумел во многом переиграть эту жизнь, он сумел своими актами жизни, особенно мысли, ничего не делая специально, не разводя руками, а мысли, совершая работу мышления, и в общем-то, находясь, как он сам пишет, в ценностном покое, никогда судорожно ничего о себе там не представляя, вдруг изменил эту жизнь и свою собственную судьбу. И вот в этом, в трехчленном таком, пока что, ну как бы главном, скажем, смысловом поле, которое я сейчас выделила, и главным, может быть, объектом оказывается именно биография, ведь именно она создана одновременно, любая, и биография творца, и любая ваша биография, создана по законам искусства. Это, теперь уже это общее место. Любая культура, задавая стандарты биографического опыта, биографического описания, имеет в виду ту или иную форму, созданную специально искусством или культурой. И вот, когда он говорит о греках, мы потом еще скажем, ну, о сегодняшнем мире говорят о том, что до 19-го, до нашего времени, до эпохи постмодерна, так не знаю, когда она наступила и когда кончилась, но все говорят, что мы в ней живем, вот, что была главной формой, которая определяла нашу жизнь, как мы ее сами строим, это роман. И вот о романе воспитания, о всяких формах романа Бахтин написал прекрасно, о разных формах романа, где по-разному структурирован герой, биографическое время, хронотоп, время-пространство, да, то, как совершаются события, соотношение судьбы, случая, становления, трансформации, вот этот сложный комплекс, который он описал в данном случае, очень ясно, очень просто, правда же, да, просто как рецепт, в отличие от других текстов, типа философии поступка, авторы-герой, очень сложно так читаются, но эти тексты ясные, простые, просто операциональные, читай, и просто, ага, авантюрное время, не авантюрное, хронотоп публичный или интимный, хронотоп человекомерный или вообще рассчитанный на то, что пока ты его пройдешь, ты состаришься, а в романе ты как начал свое движение молодым и прекрасным, так и закончил, да, ну, просто вот инструкция для жизни и для понимания событий, вот эти статейки его о романе, формы времени и хронотопа в романе, вот просто рекомендую читать на сон грядущий, вот, биография строится поэтому, если мы зайдем чуть-чуть дальше, да, там в культуру, скажем, исповедь, как форма литературная задает канон биографии, или, а география, что это такое, жития святых, да, вот такая форма культуры придумана, жанровые рубрики выделены, и культура в лице почти всех своих представителей пишет биографию в этих канонах, пишет живую биографию и живет ею, ну, вот, как бы в этом смысле биография такая, форма, которая для него оказалась ключевой, что здесь принципиально важно, без чего нельзя нам не вести разговор, никак его не завершить, хотя речь идет о незавершенности. Я бы поговорила вот о трех вещах, особенно для одного человека, который здесь присутствует, и которому когда-то пришлось спрятать эту мысль за пределы, вынести за пределы диссертационного текста, потому что наши форматы этот герой скромный сегодняшний, я даже не смотрю в его сторону, но, в общем, я благодарю мою аспирантку, которая сегодня, диссертантку, с которой мы прошли тяжелый путь, вот, и любимая наша тема, ее пришлось спрятать, ибо она никак не помещается вот в эти официальные форматы, а называется эта тема «Любовное созерцание», как метод и как прием, и как чувство, о нем хочу сказать обязательно, но это, так сказать, как получится, это то, что прописал Бахтин, это то, что он сделал лучше, чем другие, как вообще оценивать свою, чужую жизнь, но для того, чтобы прийти к любовному созерцанию, надо сказать вот еще какие вещи, что он говорит о том, что не начало моей жизни, не конец моей жизни, мне не принадлежат. Простая мысль, да? Начинают мою биографию другие и завершают ее другие. И поэтому вот этот формат, который называется «Моя жизнь биография», я разделяю с другими. Я испытываю антологическую нужду в другом, без которого моя жизнь не начинается, не завершается. В этом смысле у него есть небольшие пассажи, малооцененные, о фигуре матери как автора пар экселленс, автора авторов, потому что именно мать, условно, начинает твою жизнь. И если у тебя, ну и мать, носитель, когда читаешь эти строчки, тут сразу быстренько нам на память Фрейд приходит, правда? С какими-то материнскими либидо, тра-та-та, но это никак не то. Это именно автор, начинающий твою жизнь. И как этот автор смотрит на твою жизнь в ситуации любовного созерцания, объятия тебя, да? И вот его любимая мысль Михаила Бахтина «Не по-хорошему мил, а по-милу хорош». Послушайте ее, да? Это всегда, почти в каждом тексте эта пословица присутствует. Не по-хорошему мил, а по-милу хорош. То есть такая, скажем, тема, что мы должны как и мать любовно созерцать другого, обнять его, миловать его, и это может только другой. Объятие это такой телесно-смысловой жест, который ты не можешь осуществить по отношению к себе сам. Ну, можно, конечно, попробовать, но это будет некая такая, да, искусственная вещь, но можно этим поиграть спокойно. Постойте здесь, мы еще вернемся, когда это можно сделать, да? Но вот Бахтин говорит, вы видите, это невозможно онтологически, поэтому я испытываю нужду в другом, и вот в этом материнском начале, которое любит меня больше, чем кого-либо другого, милует и так далее. Вы знаете, я не все скажу, но чтобы вот девизом было к нашему тексту, к нашему рассказу, ну вот молитвословие, да, которые для многих важная книга, утренние, вечерние молитвы, есть молитва Иоанна Златоуста на каждый час дня. Сейчас пятый час, да, по полудни. Знаете, что на пятый час у нас говорит Иоанн Златоуст? И это мысль Михаила Бахтина. Читаю. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Вот это молитва на пятый час по полудни. И вот это главная установка Бахтина. Слезы, память смертная и умиление. Вот это самое объятие, любовное созерцание, с которым я должен подходить другому, вот это и это нам пришлось спрятать, потому что эта вещь, она на самом деле методологией должна быть, гуманитаристики, а не тех, а не что-то. И вот это моя Вика Джихаян, которая прилетела из Принстона, когда я спрашиваю, Вика, ты про что там пишешь? Она говорит, я пытаюсь через Бахтина писать Толстого. И вот наша главная тема с Кэролом Эмерсон это именно любовь как метод. И многие из исследователей, которые работают в этой манере, ну приведу только одну исследовательницу, Наталья Козлова, ее книжка «Советские люди. Сцены из истории». Это устная история. Она записывает, осмысливает, и к ней приложена к этим историям методологическая главка, как она сказала, и где она высказывает свою презумпцию как исследователя. Любовь к моим непутевым героям. это ее презумпция, как человека, и как исследователя, что невозможно сегодня упаковать ни в форматы ДАКа, Держа Атестатинной комиссии, которая оценивает, ни в формат защиты диссертации, где эти вещи выглядят такими беззащитными, такими беззащитными, что любой такой серьезный ученый скажет, ты про что? Оставь эту лирику за пределами своего. И вот тогда Бахтин скажет, ученый виноват в том, что его учение никому не нужно, потому что он исключил оттуда вот это самое любовное созерцание. И вторая мысль важная, мы говорим, итак, начало не может быть без другого, правда? И конца не может быть без другого. И вот принципиальная незавершимость моей жизни, это та моя нужда в авторе, почему его работа автор и герой, это не только о литературе, а это о жизни, да? Мы нуждаемся в авторе, и кто будет героем? А герои ли мы в нашей жизни, когда мы ее живем и совершаем поступки? Или мы перешли в некий режим литературы, сделали вот такой щелчок, и включили в себе режим авторства, и тогда из просто тех, кто совершает поступки, о поступке надо говорить отдельно, и может быть там в вопросах, можно сказать. Мы стали героями, когда мы же стали авторами, да? В какой установке мы пишем свой собственный роман с жизнью? и вот эта тяга в незавершимости моей жизни в небольшом фрагменте, который, где звучит голос Бахтина, я вас призываю, пожалуйста, его послушайте, остановить свое внимание на начале до четвертой с половиной минуты, где Бахтин говорит своим собственным голосом такую вещь, ни один не может быть принципиально веселой музыки. Человек, который написал о смехе и о карнавале больше, чем кто-либо, не может быть принципиально веселой литературы. А почему? Потому что любой гениальный поэт, а в любом случае любой автор своей жизни, если мы примем эту презумпцию искусства и жизнь, авторство искусства и авторство в жизни, он понимает, что мы смертны, он понимает, что в любом, скажем, акте звучит поминальный тон, в любой биографии как жанре с самого начала, с самых античных его корней, в таком жанре как энкамеон, это первая форма биографии, это речь поминальная, всегда звучит поминовение, поэтому он не может быть веселым. И этот же человек говорит всегда о, ну, очень много говорит о смехе, о низовой культуре, о смехе как о преображении культуре, очень все так амбивалентно. Амбивалентность тоже любимая словечко, которое опять-таки пришло и в литературоведение, и в разные другие науки через Бахтина, да, вот эта двойственность, вот, то есть нельзя завершить. И тут включаем понятие ценностного покоя. А что же тебе делать, если ты не можешь завершить свою жизнь? Что ты должен с этим делать? Обязательно стать режиссером ее, что-то вот такое придумать, чтобы она завершилась как-то, как ты это понимаешь? Тогда вы включаете фильм, который, спасибо, моя дочь и руководитель интеллектуариума нашего посоветовала мне, когда мы с ней это обсуждали, посмотрите его на досуге Last Words, последнее слово, Ширли Маклейн, главной роли, как фильм об автонекрологии, вы знаете о чем, да? Когда человек захотел, он режиссирует все в своей жизни, эта героиня, все, от стрижки газонов до стрижки волос, и она не может стерпеть, чтобы кто-то другой завершил ее жизнь и написал за нее некролог, и она его пишет, либо еще один автор, который показал вот эту искусственность искусственного завершения, это античный автор в поле античных поисков, Бахти на нем не упоминает, но я хочу упомянуть, это позднеантичный автор, резкий критик христианства, автор таких юмористических эсотерических сочинений, Лукьян, Лукьян, он пишет такую о биографиях философов, о философских школах, он пишет такую пародию, ну, биография философа, философская школа, сократическая, такой вот учитель, вокруг него ученики, это овеяно легендами, симпосиум его атмосфера, ну, всем понятно, очень, и мы здесь это тоже все уважаем, Лукьян не уважает особенно христианской метанами, и вот как он пишет, учитель перегрин, у него философская школа, это чистой воды самозванец, скажем так, Зинаида Гиппиус в Тоге, который все время себя самопрославляет, и вот этот самый перегрин, как и героиня Ширли Маклейн, не может пережить, что жизнь завершит кто-то другой, и он режиссирует собственную смерть, он на этой, на площади Агоря, да, он зажигает костер и сгорает в нем, прилюдно, он знает, как завершится его жизнь, зовет своих учеников и сгорает, и хоть слова какого-то уважения или печали у Лукьяна, нет, ни слова, он так издевается над этим перегрином, он говорит, горит старикашка, да еще и воняет, и этого он хотел, да, то есть он издевается над таким завершением жизни, да, ну смотрите, дело такое, амбивалентное, да, человек хочет завершить свою жизнь, а вот как же ее завершить с одной стороны, но остаться в ситуации ценностного покоя, не делать это вот такими какими-то жестами, и мне кажется, что здесь другой автор бросает мячик Бахтину, и очень многим ему помогает это, ну чтобы мы как-то прояснили эту идею, это автор, о нем еще вот написала, я еще одну книжечку не показала, Елена Соболевская, искусство, художник, жизнь, это ученица того самого Степана, и жена, она проводила его в последний путь, Степана Ильева, филолога из Одессы, доцента, который первым внедрял Бахтина в жизнь и умер на этой почве, да, но все-таки у него осталась муза, которая продолжила это, теперь она руководит кафедрой культурологии, это ее докторская диссертация, и вот на бахтинских основах она немножко там интерпретирует один сюжет, который тоже мне недавно попался, это Павел Флоренский, знаете такого, да, Павел Флоренский, у него есть один текст, который не всем известен, но вот такое, надгробное слово о себе самом, этот текст посвящен великому священнику, которого многие считали святым, он умер, кажется, в 19-м году или 18-м, отец Алексей Мечов, он был духовником многих интеллектуалов, которые уезжали в эмиграцию, в частности, Бердяева благословил на эмиграцию, говорит, будете там нести свет православия, он умирает в 18-м году или в 19-м, там я не помню, и возле его столика прикроватного остается надгробное слово отцу Алексею. И, в общем, тогда пошла весть, что как будто это слово отец Алексей написал о себе самом. И оказывается, это не так, но Павел Флоренский на этой ошибке пишет гениальный текст в унисон Бахтину, когда он говорит, что есть великие люди, гении жизни, которые сумели уже внутри этой жизни из нее уйти ценностно, перейти и на жизнь, перейти в другой регистр жизни, духовный или какой там угодно, они как бы освободились от ее привязанности и в том числе эстетической. Вот что плохо в Перегрине или в Зинаиде Гиппиус, в том, что они играли как эстеты жизни, эстетическое проигрывание жизни. И вот оно приводит, если его педалировать вот к таким презентациям, театральным действам, с амбивалентным концом и результатом и восприятием. А вот как уйти ценностно, спокойно из нее, оставаясь в ней и как суметь, какое это было поминальное слово, оно было абсолютно честное и в то же время написанное как бы о себе самой в установке любовного созерцания, да, абсолютно такого честного признания, что это был великий человек, он многим помог, да, но написано, ну не вот так, как ты сам о себе, как Ширли Маклейн, вот как бы написать в газете, чтобы про меня написали, что я была великий человек и многим помогла. И вот это была ошибка, это не Алексей Мечев написал, но Павел Флоренский написал гениальное произведение, в котором он показал возможность пребывания в этой жизни как носителем и на жизни, да, носителем какого-то совершенно другого духовного пространства. У этого нет рецепта, это невозможно подделать, у этого нет никакого шага, что я должен сделать, вот тут вот забыть о себе, тут научиться делать это, это третье. Рецепта вообще нет, но есть не рецепт, а экземпла в виде биографии человека, который это воплотил как гениальное произведение искусства. Но вот эти такие моменты, которые мы бы здесь могли отметить. И то, что мы анонсировали раз последнее, биография мудреца, о которой как о типе биографии, в противовес авантюрному типу, в котором характер не изменяется, авантюрное время романа, в котором очень много случаев, вызовов, испытаний для героя, но сам герой остается тем же. И задача этого романа авантюрного, хорошая задача, неплохая, даже очень хорошая, чтобы герой остался в испытаниях самим собой. Вышел из горнила испытаний самотождественным. Вошел, вышел. Вот как он описывает о греческих романах. Сразу разлучились и пошли эти авантюры. И вот соединяются они в конце романа такими же влюбленными, такими же страстными, такими же, как были. Любовь вечная. И как бы Бахтин говорит, вот в 18 веке Вольтер решил испытать этот роман на хронотоп. Хронотоп что такое? Время, пространство, но не забудем, что это время, пространство, не биологический термин или не естественно научным, как он был введен изначально. Там обязательно надо сказать время, пространство оформленное литературно. Без этого запятой это будет не Бахтин, оформленное литературно. Что такое форма по Бахтину? Форма это граница прочерченная эстетически. Вот в двух этих позициях надо все это понимать. И вот он вводит эти хронотопы время, пространство. Шутник, который страшно не любил Бахтина, он говорит, ну что это за термин? Это как от, сейчас, кто в армии служил знает, от рассвета до забора или от забора до заката. Есть такая штучка, как красят забор, от забора до заката. Ну то есть, говорят, что-то вы в этом роде, зачем нужны такие штуки? Ну, Бахтину нужны, культуре оказались нужны, и в общем все комиксы показывают, что этот термин до сих пор в ходу. И получается, что вот этот хронотоп, когда Вольтер авантюрный перевел в реальное время, его герои встретились, когда, когда Куни-Гунда и Кандид стали старыми, абсолютно истрепанными, и, конечно, они соединились, но кому это нужно уже 90 лет, да? Вот, как и в Руслане и Людмиле, напоминаю историю с Наиной, которую добивался. Гений Пушкина тоже понял, что тут что-то есть. Перечитайте Руслана и Людмила и вспомните, что там с Наиной, да? Который добивался герой, но добился, когда она уже состарилась и тут же возненавиден. Так вот, в биографии мудреца платоновский тип ищущего познания совершенно другой тип хронотопа и образа героя. Тут главным является время метаморфозы, трансформации радикальнейшей человека, мыслителя, трансформация, которая его радикально меняет. она по-гречески названа метаноия, да? И вот это время метаноии, оно главное в этой жизни, а не время самотождественности. Это Бахтин очень хорошо показал. И я, в принципе, очень благодарна и хочу, очень рада выразить благодарность здесь и одному человеку, который здесь сидит, он передаст по адресу, замечательным Яне и Юрию Вестелю, которые, когда я была в Америке и встретилась с моим профессором, который меня пригласил, Дэвид Констант, выдающийся американский филолог-классик, председатель филологической ассоциации США. Я была, ну, как бы, к нему прикреплена, мы много лет знакомы были, и он писал о разных сюжетах, дружба в античную эпоху, переводчик там всяких великих стихов и, в общем, такой, эмоции в античную эпоху. Когда мы встретились, он ехал на библейскую всемирную конференцию, говорит, я вот занимаюсь метаноей. Я говорю, о, у меня есть люди, которые, в общем, русские смыслы, давайте, и по нашему заказу Юрий Вестель, Яна Вестель написали нам такие вот хорошие пояснения к тому, как понимается в Библии метаноя. Как в Библии метаноя, какой она тебе приобрела смысл? А? Прощение? Если прощение, то есть там вот как раз они описали, спасибо, потому что можно по-разному понимать, они как раз пошли потому, что там есть разные семантические поля, прощение, возвращение, вновь, и обращение, главное обращение, смена ума. Показалось, в библейском тексте термин остается, но вместо или к смене ума прибавляются еще другие смыслы, вот более так, ну уже в эту сторону. Надо будет так, я с позволения авторов, Яны и Юрия Вестеля, этот текстик тоже предоставлю, он изумительно такой хороший, емкий, и он пояснит наши игры с Бахтиным, которые могут тут быть. И вот еще такое, чтобы я сказала, есть что? Сколько? Сколько дадите? Ну уже 52 минуты. Слушание? Или слушание? Нет, в общем, еще 5 минут. 5 минут. Это теперь уже рецепция, да, рецепция о Бахтине. Его надо понимать, вот в тех темах, с которыми я выступила, рядом с несколькими гуманитариями, Лотман, Аверинцев, и Алексей Лосев, и Бахтин. Надо их поставить рядом, потому что все они писали, и о биографии в том числе. В общем, это очень хороший будет круг. Ну и вот недавно, когда сейчас идет у нас в стране, в постсоветском пространстве, так называемый реэкзаминейшн Лосева, часто так бывает, а о Бахтине тоже пишут, разоблаченный Бахтин, Бахтин без маски, но все эти вот рассказки, они как-то не прижились, честно-честно, а по Лосеву прижились. И вот нас же, я не помню это, либо Андрей Бауместер сказал в спецвыпуске в философской думке, либо Юрий Пал Черноморец, чудесный тоже философ и теолог, такую вещь. А Лосеве сказал так, значит, кто не любил его в юности, у того нет сердца, кто продолжает любить его в зрелости, у того нет ума. Это А Лосеве. Что бы я сказала о Бахтине? Кто не любил его в юности, у того нет сердца, кто разлюбил его в зрелости, у того нет ума. Вот это мой такой. И здесь два пояснения. Я закругляю только. Я вам рассказала об одесской гуманитарной традиции. Скажу об его руководителе, одесском Сократе, который почти ничего не пишет. Но сказать о нем надо, потому что это философ-философ. Настоящий собеседник, его зовут Алексей Роджеро. Он профессор одесской консерватории. И вот именно он когда-то не доехал до Бахтина. Его одна знакомая уже договорилась, что он едет к Бахтину. И в последний момент он не поехал. Хотя очень хотел. Ну и мне он говорит, Инна, вот я его о доме, о том, о сём расспрашивала. Он говорит, я тогда подумал, что меня связывали с человеком, который меня вёл. Но такие отношения, я не хотел этого, ну чтобы не быть потом обязанным. По секрету скажу, это была влюблённая в него девушка, которую он не любил. И он не хотел давать ей, и не поехал поэтому к Бахтину, которому очень хотел. И вот сегодня, он говорит, сегодня, слово из бахтинского лексикона, ретардируя, что это такое? Задерживаясь. В любом нам всезерцании мы всегда задерживаемся. Ретардируя, я понял, что я не поехал к Бахтину, потому что я боялся, что я перестану быть самостоятельным мыслителем после встречи с ним. Что он меня вовлечёт в этот круг. Как мне стать таким? Как мне прожить, что я бухнусь на колени? Это боязнь Бахтина. Но в то же время бесконечное верчение вокруг него, потому что всё наше время, проведённое в герменевтическом семинаре, прошло под знаком Бахтина. Всё равно это был Бахтин, Бахтин о Бахтине. И ещё один такой автор, Царёв, он делал такие передачки, и он тоже сказал, я был так влюблён в Бахтина, я был бесконечно влюблён в Бахтина, а потом понял, что он, ну как бы с ним я во многом не согласен. Но тем не менее, вот такое, чем больше я с ним не согласен, тем больше я его уважаю, тем больше душостроительных сил поднимает он во мне. Он предаёт, а вот предание бахтинских душевных сил, моей собственной душе, это важный стимул для моей жизни. Вот вам биография мыслителя. Вот это то, что я хотела сказать, вот введённое мне время, но не всё успела, может где-то. Спасибо вам за долготерпение и внимание.